В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Песчаные острова и гибель рыбы. Высохла вся. Так что рыба очень бесполезна. Тричина и следствие масштабного обмеления Волги у Анны Городновой. До конца лета Казань должна полностью перейти на раздельный сбор мусора. По понедельникам в основном загрузка большая. А такие не поменьше, но приходится поподеть. На какой стадии мусорная реформа на данный момент выяснял Сергей Хайдаров. Зловоние и горы мусора на десятки метров. Контейнеры стоят. Они же не в контейнера бросают. Они же рядом бросают. Почему жители поселка Северный утопают в бытовых отходах, выяснял Рамиль Галиулен. Сто дней до WorldSkills. Вы должны идти на бассейн и получить бассейн номер 37. Как готовят волонтеров к будущему чемпионату, расскажет Зарина Ахметова. В лидерах Буин, Скотня, Тетюши, аутсайдеры Бугульма, Верхний Услон и Камской Устье. Районы буквально соревнуются в посевной. Сев Яровых в Татарстане завершен на 84% площадей. Как идут дела на северо-востоке республики, сегодня оценил Рустам Яниханов. Президент объехал поля Огрызского и Елабужского районов. О чем говорил с хлеборобами, следил Дмитрий Аринин. Как дела у отдельных хозяйств и во всем районе, Рустам Яниханов интересовался на полях Елабуги. Местный глава докладывает, министр сельского хозяйства подтверждает, показатели хорошие. По посеву Яровых перевалили за 70%. Пересеяли и погибшие озимые. С 2000 гектаров, 1696, 2000 пересеяли, 27% погибли, которые только в 17-м числе полностью закончили посевную работу. Рустам Яниханов пожелал Елабужским хлеборобам хорошего завершения посевной и хороших урожаев. А это уже поля Огрызского района. Здесь план посева 30 тысяч гектаров. На 70% дело сделано. Сажают пшеницу, ячмень, овес, картошку. Как доложили президенту, озимые перезимовали хорошо. Погибли всего 2%. Марат Ахметов подтвердил. Темпы работ в районе хорошие. С почвой тоже все в порядке. Здесь у меня переживания по поводу посевной нет. Запасов влаги в почве достаточно. Структура почвы хорошая. Сейчас во всем Татарстане посевная завершена на 84%. В активе 1500 гектаров. Как отмечают темпы выше прошлогодних. В лидерах Буинский, Отнинский, Титюрские районы. У них почти все сделано. Аутсайдеры Бугульминский, Верхпуслонский, Камско-Устинский. Они не дотягивают и до 70%. По прогнозам, закончить посевную кампанию в республике должны к концу этой недели. Дмитрий Айринин, Назир Нагуманов, Давид Абдулин, ТНВ, Елабуга, Агрыз. Сегодня же в Елабуге началось строительство оптово-распределительного центра, крупнейшего в России торгового ритейла. В церемонии участвовал Рустам Миниханов. Возведение площадки инвесторам обойдется в 964 миллиона рублей. Объект ведут в эксплуатацию в 2020 году. Аналогичный проект сейчас реализуется в Зеленодольске. Я поддерживаю эти проекты, потому что сегодня для наших производителей новые рынки – это новые возможности. Поэтому добрый путь. Хайрель Сагатта. Владимир Путин остался доволен развитием Казанского авиационного завода и качеством его продукции. В первую очередь ракета-носто Ту-160. Об этом президент России заявил в Сочи на совещании по ВПК. Туда он улетел сразу после визита на КАПО. В Сочи обсуждали поставку в войска современных вооружений. Напомним, накануне глава государства приезжал на Казанский завод, где осмотрел авиатехнику, обошел цеха и пообщался с рабочими. Мы уже посмотрели, как вы знаете, то, как идут дела на Казанском авиастроительном производственном объединении имени Горбунова, в цехах которого собирают и модернизируют легендарный бомбардировщик ракеты-носто Ту-160 и другие системы для дальней и стратегической авиации. В целом, считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров, и самое главное, по продукции, которую они выпускают. Я исхожу из того, что мы никогда с вами не допустим развала подобных предприятий и трагедий, которые с этим были связаны в середине 90-х годов. Вода в Волге начала пребывать, но от гибели флоры и фауны это уже не спасет. Защитники природы говорят о локальной экологической катастрофе. Нерест под угрозой срыва, рыба бьется на мелководье, словно в садке. Уровень Куйбышевского водохранилища на федеральном уровне договорились поднять. Сейчас он ниже нормы на 2,5 метра. Но, как уверяют в гидромедцентре, который мониторит уровень воды, ситуация не критическая. Как планируют восполнять биозапасы, спросила Анна Городнова. Прошлым летом здесь можно было плавать, река была выше меня, а сегодня здесь можно ходить пешком. Это пляж-локомотив на берегу Волги. Река обмелела настолько, что разделилась на несколько островов. Сделать максимум, что мы можем для нашей реки в данной ситуации. Так рыбаки пытаются спасти обмелевшую Волгу. Но федерами делу не поможешь. Берега словно пустыни, нерест рыбы сорван. Хасан Хисамов собирался сегодня порыбачить, но от одного вида желание пропало. Даже здесь мальков нету. Вот обычно, думаю, может быть здесь икру может пометали, осталось нет. Рыбачить бесполезно. Такая же картина на Каме, Казанке и Свияге. Погибла здесь и кормовая база, ракообразные моллюски. Большого улова щуки, к примеру, уже можно не ждать. Есть рыбы ранневесенние рестующие, которые нерестятся при достаточно низкой температуре. Классический пример щука. Щука, стенобион, плетарали с растительностью. И она, конечно же, больше всего страдает. Я думаю, что для нее время уже прошло. Почему вода стала стремительно уходить? Кто-то говорит о мягкой зиме. Земля не промерзла, и талые воды ушли в почву. А в ряде СМИ винят во всем синоптиков. Якобы они предупреждали о сильном наводнении и запаводке, и воду водохранилища начали резко сбрасывать. Гидромедцентр сегодня опроверг эти данные. Все сделали верно, корректно, учли все факторы. Метеорологические, гидрометеорологические в период. Зимние, осенние, весенние. То есть спрогнозировали близкий к среднему многолетнему уровню половодия. А уж как решает комиссия, что она решает, сбрасывать, не сбрасывать, это на их усмотрение. Кроме того, уровень воды в Куйбышевском водохранилище, отмечают здесь, сегодня некритический, чуть больше 50 метров, что на 2,5 метра ниже нормы, но далек от минимальной отметки в 49, как это было в засушливое лето 2010-го. На сегодняшний день, это приток, у нас сейчас на 2000 больше, водохранилище начало наполняться. Если вот таким темпом будет, где-то в конце июня, наверное, водохранилище достигнет отметки 50, 51,5-52. Но, как уточняют синоптики, конкретных дат, когда вода поднимется, называть рано, все зависит от графика спуска воды в водохранилище Воско-Камского каскада, утвержденной межведомственной комиссией до 10 июня. Анна Городова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Второй день в Нижнекамском районе горит полигон бытовых отходов. Устранить очаг возгорания пытаются силами и средствами сотрудников самого полигона, но их усилий тщетны. Тем временем жители ближайших деревень жалуются на едкий дым. Смог от леющей свалки добрался и до Нижнекамска. Росприроднадзор уже взял пробы воздуха и зафиксировал превышение допустимых концентраций оксида углерода на 1,7 показателей и потребовал устранить причину выбросов угарного газа в атмосферу. Представитель ведомства собрал материалы нарушений по двум статьям административного кодекса. Одной из них полигону грозит приостановка деятельности. Это возгорание, которое возникло в результате нарушения технологии эксплуатации объекта размещения отходов. Тут уже максимально жесткие меры мы будем предпринимать. Предусмотрена статья 8.2 Кодекса Российской Федерации по административному правонарушению. Там до 250 тысяч рублей штрафные санкции, либо приостановка действия полигона. До конца лета Казань должна перейти на раздельный сбор мусора. Об этом сегодня заявили в столичной мэрии. Здесь заседал штаб по внедрению пилотного проекта. До сентября в столице установят 900 площадок раздельного сбора отходов. Что еще предстоит сделать и почему жильцам высоток нужно отказаться от мусоропроводов в подъездах. В материале Сергей Хайдарова. Порядок начинай с себя, сказал Вячеслав Портнов и приучил к раздельному сбору мусора всю семью. Все вот такое вот, сухие отходы в одну коробку. И времени не затрачивается, в общем, такого. Упрощайте себе жизнь. Да. Пластик отдельно, стекло отдельно. Девиз «разделяй и живи в чистоте» поддерживают и соседи Вячеслава. А вы почему соблюдаете эти правила? Потому что я живу здесь и вообще в мире в этом, поэтому мне это важно. Ну, то есть мне даже не лень дома три мусорки поставить, если надо. То есть, ну, вообще не проблема. У Максима Козлова времени на разговоры почти нет сутки. Только он один опустошает сотню таких баков. По понедельникам в основном загрузка большая. Вот, а такие дни поменьше, но приходится попозреть. Как видите, чистота и порядок царят далеко не на всех оборудованных мусорках нашего города. Люди приносят сюда мусор и бросают его мимо контейнеров, прямо на землю. Именно поэтому в мэрии предложили полностью ликвидировать так называемые лодочки. Это контейнеры без крышки, для того, чтобы у людей не было соблазна выкидывать мусор издалека. Вопросы мусорной реформы сегодня обсудили в Казанской мэрии. Городу нужны еще как минимум 900 площадок для раздельного сбора. Одной из проблем мусорной реформы стали вот такие вот многоквартирные высотные дома. А точнее, мусоропроводы, которые находятся здесь. Именно они не позволяют производить раздельный сбор мусора. Для того, чтобы исполком города смог заварить этот мусоропровод вот как здесь, они должны получить разрешение от всех жильцов этого подъезда. Будем предлагать этим жителям и предлагаем сегодня, кто голосует против, вместо того, чтобы на контейнерную площадку и сетку ставить на какую-то твердую поверхность, ну, возле подъезда, на выходе из подъезда, там где это будет возможно. Мусорная реформа должна заработать в полную мощь уже к концу лета. Второй вопрос – нужно решить проблему с частниками, которые оставляют объявление. Заберем ваш мусор недорого и бросают возле контейнеров. А договора на вывоз у них нет. Зарегистрировались также заявочки собрать и нахлобучить их в рамках правого поля. Но какие-то рейды, я не знаю как, но мы же боролись с незаконными наклейками на столбах. Впереди подписание договоров с представителями бизнеса и управляющими компаниями, которые еще пока в раздумьях. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Горы мусора то здесь, то там. Жители казанского поселка Северный утопают в отходах. По их словам, свалки разрастаются с каждым днем. Одни винят в этом коммунальщиков, другие – самих жителей поселка. Рамиль Галиулин на месте разбирался в ситуации. Поселок Северный, улица Черкасова. Местные жители бьют тревогу. Говорят, утопают в мусоре. Как мы видим, здесь действительно целая гора отходов растянулась на несколько десятков метров. Выбрасывают буквально все. Пустые бутылки, еду, всякий строительный мусор. Ну и стоит отметить, что и запах здесь соответствующий. По словам жителей, горы бытовых отходов растут день от дня. Причем мусора так много, что ветром его разносят на сотни метров. Почему вот вы в таком вот неположенном месте складируете мусор? Вы же здесь живете, это же рассадник болезней. А куда отзываться? Не убирает. Эта мусорная площадка находится неподалеку. Здесь два контейнера. Они практически пустые. Видно, что мусор вывозился недавно. Но вот то, что вокруг них, осталось нетронутым. В плену мусора так жители Северного отзываются о своем положении. Причем, если одни винят во всем бездействии администрации, другие напротив, недобросовестных соседей. Это непорядочность, это невоспитанность. Я возмущена до глубины души. Контейнера нету. Поэтому я и говорю, вот не бросали бы вот так вот здесь вот. Администрация виновата. Не виноваты те, кто мусор убирает. Они просто не справляются с тем объемом, который здесь выводят. Как рассказали в администрации района, за вывоз мусора в поселке отвечает региональный оператор. Работы проводят согласно графику. Но летом количество дачников, а вместе с тема количество мусора увеличивается в разы. А многие просто не доносят отходы на площадку. Для стабилизации обстановки в жилых массивах и ликвидации навалов мусора администрация районов направила в адрес ООО УК ПЖКХ письмо об усилении работы и переходе на двухразовый вывоз отходов с площадок и привлечения дополнительной техники. К ситуации подключились и экологи. Недобросовестных жителей пообещали ловить за руку. Совместно с управляющими компаниями устанавливаются фотоловушки, которые фиксируют нарушения, фиксируют, кто допускает, кто осуществляет несанкционированное размещение отходов. С начала апреля экологи составили более 200 административных дел. Отметим, что когда мы завершали съемку, в поселок приехала тяжелая техника и начала загрузку мусора. Рамиль Галюлин, Алмазий, Динов, ТНВ, Казань. Позволят ли всему Закамью складировать мусор на строящемся заводе в Елабуге? Ответ читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана и далее выпуски. Как готовят волонтеров к будущему чемпионату, расскажет Зарина Ахметова. Почти на ТНВ. Именно интервью уже выявляет. В финале конкурса «Айда» на ТНВ участники провели свое первое телевизионное интервью. Как оно прошло и что их ждет дальше, расскажет Рамиль Шайдулин. Полтора миллиарда рублей. Это товарооборот между Татарстаном и Карелией. По словам Рустама Мениханова, у регионов есть потенциал для его роста. Об этом президент сегодня в Кремле говорил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. В феврале стороны подписали соглашение о сотрудничестве в Сочи. Сегодня они готовы рассмотреть вопросы взаимодействия более детально. Мы сегодня очень подробно говорили о тех материалах строительных, которые для нас очень нужны. Это и щемень дорожный, это и строительный камень. Ну, я думаю, что мы сейчас должны отработать логистику. Мы понимаем, что в многих вопросах Татарстан ушел вперед. И мы абсолютно не стесняемся учиться. Это и цифровая экономика, это и вопросы электронного учета, регистры, умный город. Поэтому мы в этом направлении будем взаимодействовать. Сегодня в Москве состоялась встреча Фарида Мухамедшина с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Председатель Госсовета Татарстана проинформировал о работе по подготовке предстоящих выборов в парламент. Также на встрече речь шла о сотрудничестве региональных органов законодательства с Верхней Палатой Федерального Собрания. Ровно сто дней остается до старта чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Сейчас активно идет не только подготовка инфраструктуры, но и персонала. Сегодня началось обучение казанских волонтеров. За три месяца их научат общаться с гостями на иностранном языке, как вести себя в конфликтной ситуации и даже расскажут историю самого чемпионата. Зарин Ахметова побывала на первом дне подготовки. Подсказать дорогу и номер автобуса к встрече с иностранными гостями Ислам уже почти готов. Признается, именно за общение любят свою работу. Доставляет удовольствие, проверяешь свои знания, свои умения, коммуникации с друзьями, проводишь время. Какими навыками должен обладать волонтером? На этот вопрос легко ответит Алтанай. За ее плечами опыт работы в Кубке Конфедерации и Чемпионате мира по футболу. В числе добровольцев она с 15 лет. Он должен уметь нести ответственность за себя в первую очередь и за ребят, которые с ним в одной команде. А это организованность, пунктуальность. Он должен приходить вовремя и всегда. Всего их 3,5 тысячи. Это волонтеры WorldSkills. Возраст от 14 и выше. Сколько тебе лет значения не имеет. Главное – желание. Хочу быть частью истории, творить историю для нашей страны. Сегодня у них старт тренингов. За три месяца три волны обучения. Учителя, сами волонтеры, прошедшие спецподготовку. Первый – это ориентационный блок, где ребята узнают все о чемпионате, какие есть новшества приведения чемпионата в городе Казани. Второй – это функциональный блок, где они изучат именно ту работу, которую им необходимо будет выполнять. И третий – это объектовый. Все выйдут на объекты, в которых будут работать. К слову, казанские волонтеры первыми приступили к подготовке. Иностранные и нагородние пройдут обучение в августе. 15 наших волонтерских центров-партнеров практически по всем регионам России. Это 400 человек. Они приедут уже непосредственно за неделю до начала основного чемпионата. Сейчас они проходят его на местах дистанционных. Ровно 100 дней остается до главного события этого лета – WorldSkills. За это время волонтерам предстоит многому научиться. Не только навыкам общения на иностранном языке. Каждый должен будет знать историю Казани и даже историю самого чемпионата, которому, к слову, в этом году исполнится 69 лет. Зарина Ахметова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. У наших маленьких коллег «Шаян ТВ» есть свое мобильное приложение. Его уже скачали сотни пользователей. Специальные платформы могут воспользоваться обладатели смартфонов на системе Android. Для этого нужно просто скачать приложение в Play Market и где бы вы ни были, любимый канал всегда с вами. Почти боевое крещение. Сегодня полуфиналисты конкурса «Айдана ТНВ» провели свои первые серьезные телевизионные интервью. Обязательное условие финала предполагало, что всем шестерым участницам нужно было пообщаться на разные темы с настоящими мастерами пера и искусства. Главное, интервью должно вестись на татарском и профессиональном. Что по итогу, об этом Рамиль Шайдулин. Сегодня на нее смотрит вся республика. Хотя еще неделю назад Резида Альмеева не показывала своего лица даже конкурсному жюри. Это с ней связались накануне полуфинала, чтобы узнать почему. Оказалось, таким был замысел конкурсной работы. На свою фантазию конкурсанты должны были снять ролики на татарском языке. Условия финала провести на нем свое первое телеинтервью. Наверное, я испытывала легкость, потому что вчера, допустим, это было очень сильное волнение. Я не могла контролировать себя, думала даже не ехать. Журналистика, личная жизнь, список их вопросов максимально обширный. Под пристальным взором жюри они общаются с ведущими актерами, акулами пера. Кто же готов стать тележурналистом, определяет жюри. Только единицы из шести полуфиналистов получат грант на обучение в КФУ за счет нашего канала. Я хочу стать именно телевизионщиком. Мне нравится вести, нравится общаться с различными людьми, получать для себя какие-то новые эмоции, опыт. Желание стать журналистом, наоборот, усилилось, конечно же. Кто же вытянул счастливый билет, выяснится уже через два дня. Послезавтра жюри огласит имена победителей, и их пригласят в главную студию телеканала. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, Веншат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Тяжело в учении, легко в кино. В эти минуты в казанской арт-резиденции Константина Хабенского проходит мастер-класс от народной артистки Юлии Рудберг. Как проходят встречи, мы узнаем у нашего корреспондента Сергея Хайдарова. Сергей, здравствуй. Есть чему поучиться. Да, здравствуй, Даяна. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в арт-резиденции Константина Хабенского, где в эти минуты уже стартовал мастер-класс легендарный, известнейшей советской и российской актрисой Юлии Рудберг. И хочется сразу объяснить, почему мы находимся здесь, за дверями мастер-класса, почему не можем пройти внутрь. Дело в том, что там очень камерная атмосфера, там достаточно немного места, и поэтому давайте прямо сейчас отправим туда одного оператора, для того, чтобы он показал нам, как там внутри, но я расскажу немножко об этом мероприятии. Ну что ж, очень приятен тот интерес к этой персоне, к Юлии Ильиничной, которую проявили казанцы среди гостей, которые пришли сюда сегодня. Это, естественно, большинство молодых театралов, тех, кто только начинает свою карьеру в театре. И сегодня народная артистка России расскажет им о том, каким тернистым был ее путь не только в театре, но и в кино. И хочется отметить, что все это проходит не в формате скучной лекции, а все проходит в формате вопрос-ответ. В течение всего вечера участники мастер-класса задают огромное количество вопросов, начиная от того, сколько зарабатывают актеры театра, и заканчивая тем, как лучше вжиться в ту или иную роль. Кстати, до начала мастер-класса нам удалось пообщаться с Юлией Ильиничной. Давайте послушаем, что же нам сказала известная артистка. Масса людей говорят, что сегодня ничего невозможно создать, и вот я тыркнулся туда, тыркнулся сюда. Надо не тыркаться, а надо сначала сообразить, чего ты хочешь, приложить к этому усилия, а самое главное – собрать команду единомышленников. Что ж, ну вот мы уже находимся на балкончике арт-хаба, и это еще одна точка, где мы, скорее всего, не сможем помешать мастер-классу Юлии Ильиничной. Ну а те, кто не смог сюда попасть сегодня, я прошу не расстраиваться и сильно не огорчаться, потому что у вас еще будет такая возможность. Завтра в 16.00 ровно на этом же месте в арт-хабе состоится еще один мастер-класс этой известной и великой артистки. Ну что ж, пока у меня на этом все. Дайана, я с удовольствием передаю слово тебе. Спасибо, Сергей. А мы продолжаем. Охоту на нижнекамских белок начала куниться. Она поселилась в овраге, недалеко от парка и нападает на любимых зверьков гаража. Из 15 белок осталось только половина. Жители бьют тревогу, к ним присоединились и волонтеры. Как будут спасать пушистых, узнаем из репортажа. В коробке кедровые орешки – это любимое лакомство белок. Еще полгода назад на этот шум сбегались десятки пушистых зверьков. Сейчас эти кормушки облюбовали голуби. Белок в парке почти не осталось. Нету белок, не видать. Вот сколько сижу, ни одной не вижу. Из 15 белок остались только 7 взрослых. Как выяснилось, охоту на них ведет куница. Ее уже не раз замечали горожане. Говорят, поселилась в овраге, недалеко от парка. Куницу не раз видели и около дуплянок. За судьбу белок сейчас переживают все. Она побежала на меня. Я кричу на весь лес куница. Она уселась напротив меня на дерево и смотрела на меня. Первые следы куницы в парке появились еще до Нового года. С тех пор белки и начали пропадать. Хищницу замечали и сотрудники парка. Работник парка видел куницу зимой. Белок поселили в парке 3 года назад. Сейчас зверки на грани исчезновения с просьбой спасти их. Волонтеры обращаются к администрации парка, но получают один ответ. Отлавливать куницу пока никто не собирается. Поэтому белки все еще остаются в большой опасности. Радик Фархулин, Вероника Гайнудинова, Лилия Егорова, Евгений Лызаев. ТНВ Нижнекамск. Пешеход в овечьей шкуре. В соцсети облетело видео, на котором вот такой кудрявый красавец прямо в центре Казани. Взявшись словно из ниоткуда. Сначала бежит по тротуару, потом останавливается перед дорогой. Но, внезапно передумав, устремляется за ближайшим автобусом. Комментаторы под видео сразу подметили, что напрасно этих парнокопытных считают глупыми. Хоть и баран, пишут пользователи, но переходят по зебре. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Да, японский автомобиль. Да, по цене отечественного. Да, в автоцентре «Марка». Познайте японское качество «Датсун» с максимальной выгодой. Звоните 4 пятерки, 3 семерки. И вы скажете «Я вижу». В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. ЖК «Акварели» 17 минут от Казани. Современные квартиры, чистовая отделка от 1 миллиона 200 тысяч. «Акварели» здравствуйте. 248 72 00. Живи ярко, живи в «Аквареля». Автоцентр «Марка Ниссан» празднует день рождения и объявляет месяц максимальных скидок. Успей забрать свой «Ниссан» на главной распродаже года. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефттехнологии». 400 компаний России и зарубежных стран. Ведущие эксперты. 21-24 мая. ВДНХ Экспо Уфа. Республиканский детский конкурс «Мини-Мисс Татарстан-2019». Финал 18 мая в филармонии. Начало в 16.00. Телефон 29 555 49. Подробности на сайте kassir.ru. Возрастное ограничение 0+. Шаян ТВ вышел на спутник. Смотри первый. Круглосуточный детский канал на татарском языке. В пакете детский Триколор ТВ. Хотите узнать, что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать, почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время. РФ. Для лиц старше 16 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики пройдут дожди, станет немного прохладнее 23-24 На северо-востоке Татарстана будет пасмурно, без осадков, до 25 градусов выше 0 На севере Татарстана солнце спрячется за облака 21-24 тепла На северо-западе республики пройдут дожди, плюс 24 На юго-западе Татарстана день будет хмурым и дождливым, плюс 26 В центре Татарстана пасмурно, возможны осадки, до 25-26 тепла Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций Артрит, артроз, остеохондроз, болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи Выход есть! Современные технологии и эксперты клиники Доктор Ост помогут справиться с этими проблемами без боли и операций Запишитесь в Доктор Ост Вы постоянно смотрите в монитор В глазах песок и жжение Инновационный комплекс Оптимак защитит сетчатку глаза от вредного излучения Оптимак, смотри на мир легко Спонсор прогноза погоды Инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения Оптимак от группы компании Биотек Оптимак, смотри на мир легко В Казани малооблачно, преимущественно без осадков 24-26 градусов выше 0 Ветер восточный, атмосферное давление 754 мм ртутного столба Влажность воздуха 64% В магнитном поле Земли спокойно Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов Во Дворец химиков 14 и 15 мая Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов Вы сможете с 10 до 6 часов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова